здравствуйте дорогие друзья в этом ролике хочу продолжить обзор своего инвестиционного портфеля для тех кто ранее уже следил за результатами будет довольно интересно я произвел некоторые манипуляции некоторые замены в своем портфеле и хочу с вами поделиться своим мнением на этот счет возможно кому-то будет это полезно кто-то имеет аналогичные компании и хотел бы рассказать об изменениях то есть как мы видим результаты подросли рынок идет вверх ну по крайней мере те акции которые мы в портфелях находятся они показывают динамику роста коротенько пробежимся по всем позициям обви я немножко и закупал насколько вы помните когда денежки высвобождались я добавлял не так что прям вкладывался вот она сейчас выросла на 18 процента альтре групп тоже подросла и тенти то растет то падает еще докупался восьми акциями из средств которые высвободились принципе и доволен самый негативный момент моем портфеле на текущий момент это центури линк минус пять процентов сегодня если не ошибаюсь или вчера аналитическое агентство еще выпустила экспертное свое заключение о том что центури линк будет падать понизила цену по центури линк прогнозную до 11 долларов за акцию можно посмотреть сейчас акция стоит 14 89 находится в нисходящем тренде центури линк я покупал здесь тут была большая сумма вложений потом продавал где-то в плюс два три процента частично распродал но оставил существенную часть своем портфеле и как я уже не раз говорил хочу эту часть уменьшить подожду пока она не выйдет вверх то есть пока мы наблюдаем скорее боковичок возможно просадки я как и рассказывал ранее не так категорично отношусь центре линк как многие рейтинги и агентства я рассматривал эту компанию довольно подробно и по сей день рассчитываю на то что возможны приличные отскоки вверх то есть на ней я планирую заработать как на акции роста если это конечно удастся тут из разряда одна бабка сказала но экспертным мнением я не доверяю все-таки больше своему мнению доверяю и внедрение сети 5g если коротенько я разобрался также это как отрицательно влияет на центре линк поскольку это проводная компания так и положительно поскольку чтобы внедрить сети 5g в быт требуется большое количество оптиковолоконных сетей а центре линк по оптиковолокну специализируется то есть есть позитивные моменты будем дальше наблюдать и бытует мнение уже давненько что компания понизит дивиденды если открою табличку которую все видели центре линк вот 13 78 по текущим вложениям она приносит процентов год новостной фон от самой центре линк он больше говорит о том что порядка один-два года повышать и понижать ничего не будут также будут дивиденды платить но есть мнение что могут понизить вплоть до 50 процентного сокращения будем наблюдать если даже они понизят на 50 процентов останется чуть меньше 7 процентов див доходность в принципе это будет тоже неплохо но в этом случае у компании высвободятся средства и возможен рост акций в общем пока не ясно я с таким средним оптимизмом центре линк отношусь буду наблюдать на крайняк оставлю ее в долгосрок потому что помимо того что у нее долги компания в целом по показателям неплохая но опять же не рекомендую приобретению потому что неизвестно что будет дальше нужно подождать и примерно 13 февраля центре линк выпустит отчет после после этого отчета она может либо прилично просесть либо пойти вверх до этого момента я ее не рекомендую рассматривать покупки и в этом же портфеле в брокерском еще две компании относительные энерджи трансфер и мэйсис то есть я их приобрел я в них верю довольно подробно их рассматривал но мои мнения не совпадают мнением экспертов сразу скажу мэйси рекомендует многие продавать энерджи трансфер тоже многие рекомендуют продавать но это такие довольно таки рисковые активы в небольших суммах я в них вошел я все-таки рассчитываю на то что они хорошенько пойдут вверх и если действительно мои анализ скажем так мой этих акций он оправдается то можно хорошо с них заработать перспективе либо оставить либо продать и вложиться в что-то другое ford в принципе на том же уровне где-то уровне плюс 10 процентов с хорошей доходностью по форму 7 с половиной процентов его и оставляю никуда не буду убирать volero растет хорошая компания как мы уже говорили ноги доходность не очень большая western digital еще продолжает расти уже 26 с половиной процентов пока за ней наблюдаю может быть еще подрастет но уверен что я ее продам и вложусь в другие акции с учетом вот этого профита будет довольно таки эффективное вложение вот коротенький обзор моего брокерского счета но основной момент я хотел бы по из поговорить корректировки внес в из вы видите рост хороший по данному портфелю british american tobacco прилично подросла я на нее основную ставку сделал почти 3000 долларов практически половина своего портфеля я в него вложил вот здесь у меня происходили сделки сейчас вот он вырос и наблюдаю пока с british american tobacco все в порядке должен давать хорошие дивиденды помимо роста инвеска проседал был в районе 10 процентов 11 потом просел где-то до 6 сейчас останавливается крафт хайнс такой средненький как бы диапазоне довольно таки неплохо растет и что вы можете заметить что в этом портфеле у меня тоже появилась волерон energy corporation такая же компания как и здесь объясню почему я это сделал для этого нам нужно обратиться компании пятни боуис пятни боуис так сейчас мы это сделаем она отсюда у меня ушла нужно ее посмотреть была в портфеле у меня пятни боуис на 1000 долларов я ее после существенного роста половину продал зафиксировал прибыль с 500 долларов в районе 12 с половиной процентов вот вы можете видеть компании за которыми я наблюдаю они находятся у меня в избранных вот вчера у пятни боуис был отчет и соответственно вы можете посмотреть за день я ее продал полностью потому что вот во время чтения отчета здесь еще был боковичок определенный во время чтения отчета увидел сразу для себя маячок такой что пятни боуис оказывается дивиденды сокращает долгов было куча у этой компании и она с 18 центов на акцию сократила выплаты до 5 центов то есть более чем в 3 раза сразу мне это не понравилось я ее быстренько успел продать ну и как видите не зря она пошла вниз после этого докупать ее внизу не стал поскольку она в принципе стала неинтересна для меня в плане див доходности и битни боуис отыграл в принципе неплохую сумму в нее я вкладывал сейчас скажу сколько битни боуис а он тут уже мне после корректировки ну в общем я вкладывал в нее порядка восьмисот с копейками долларов вывел чуть больше тысячи долларов где-то зафиксировался процент может быть десять в плюсе она неплохо сделала свое дело не в плане дивидендов а в плане роста и соответственно выслабывались средства я купил валеро почему я приобрел валеро сейчас вам тоже покажу на примере как писал один из подписчиков санкт-петербургская биржа добавила порядка ста акций в возможность покупки я ну тинькофф соответственно тоже добавил возможности покупки в приложении вчера очень долго и очень много акций разбирал интересные для себя вот вастроп например тут сразу можете видеть долго вчера анализировал что еще анализировал новенького сейчас вам скажу филипс 66 кейкорп цидентал петролиум ну вот их рассматривал вчера очень подробно компании довольно таки интересные для меня но после длительного рассмотрения решил приобрести еще валеро потому что валеро показатели также очень позитивные мне нравится эта компания плюсом она очень хорошо прибавляет дивиденды то есть в данном квартале она уже выплатит дивидендов на 12 процентов больше чем предыдущим и этот рост дивидендов он идет от года в году то есть более чем на 10-15 процентов она их увеличивает и при всем при том остается довольно надежной организацией поскольку я уже давно за ней слежу хорошо знаю не стал значит вы строк и все прочее приобретать хотя по вы строку так маленькая ремарочка вот смотрел по трейдерским графикам по инструментам должна она пойти в коррекцию и тренд должен измениться по этой компании вот чем она мне тоже интересовало то есть там есть определенные инструменты и она вот на этом этапе у нее как бы прогнозируется по инструментам разворот ну это не сто процентов это всего лишь такие аналитические данные анализ но тем не менее она меня интересовала не стал ее покупать а вложился в валерон и вложился на большую сумму чем продал пятни бовис поскольку еще вышел из компании тоталь тоталь продал в плюс примерно полтора процента а продал ее потому что я ее покупал как говорится на безрыбье и рак рыба то есть она в принципе неплохая организация я бы прогнозировал рост по этой компании но на текущий момент раз биржа расширилась нужно выбрать более интересные варианты и так же я ее вчера вместе с пятней бовис продал и купил валерона ну сейчас валерона уже подросла на 0,6 процентов и забыл вам показать что она закрывает реестр дивидендов скоро 11 февраля так что кто желает еще успеет купить опять же никаких рекомендаций не сдаю думайте сами просто вам показываю те мероприятия которые я провожу в своем портфеле вот компания VION тоже тут то в плюс то в минус была недавно плюс полтора процента сейчас ну при своем начала расти на фоне новостей о желании VION приобрести дополнительный пакет акций компании Golden там египетской не будем вдаваться в подробности если буду рассказывать про VION более подробно об этом расскажу это позитивные звоночки тоже VION такой спорный момент аналитики рекомендуют ее активно продавать но я по своим скажем так маячкам не вижу что ее надо продавать я наоборот люблю такие компании что в них можно вложиться и хорошо заработать в перспективе она может скачать до 50 процентов вверх опять же мое мнение никому не рекомендую на него полагаться SINAPEC Shanghai Petrochemical китайская организация единственная в моем портфеле стабильно растет сейчас она на 8 процентов такая довольно темная лошадка китайцы всегда темная лошадка я ее здесь купил на полгода здесь просадка боковичок я увидел начало роста и здесь ее приобрел ну пока пока растет пока порядок так что вот такие вот произошли изменения в моем брокерском счете на этом пожалуй все удачи в инвестициях до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания трес explor